Тема у нас олимпиадная, многопоточное программирование. В общем, на самом деле на всяких сайтах типа CodeForces, acmp.ru, eolimp и на соревнованиях вы сможете использовать только один поток. То есть задачи на каком-нибудь сайте CodeForces выполняются все время в однопоточном режиме. И причем решения сразу нескольких участников запускаются на всех ядрах. То есть они распределяются так, чтобы одно ядро для одного участника было. Но жизнь у нас состоит не только из этих задач. Есть, например, такие соревнования типа Reply Code Challenge. Мы принимали участие весной и заняли там пятое сверху место. Ну и там на самом деле задачи довольно прикольные. То есть у вас есть условие задачи, вы его прочитаете и, значит, как ее отправлять тут. Значит, вам нужно скачать входные данные. Вот, то есть, например, вот одна из самых сложных задачек. Надо скачать данные. Вы получаете входной файл. Вы запускаете программу, которая обрабатывает этот входной файл. И затем, типа, вы отправляете результат обработки, то есть выходной файл. Вот тут, значит, есть такая кнопка, типа, запросить входной файл. Вот, он скачивается, и у вас есть 120 секунд, чтобы прикрепить ответ на него. Ну, понятное дело, вы эти 120 секунд, получается, запускаете свою программу, сгенерируете выходной файл и дальше прикрепляете его. То есть вы запускаете его локально у себя на компе. И вот здесь уже получается локально вы как бы сможете использовать все CPU, которые у вас есть. Да, если вы нажмете Alt, Ctrl, T, Elite, то вы увидите то, что у вас на самом деле куча ядер. Вот, и получается, у меня тут на ноутбуке 4 ядра и 8 логических процессоров. Вот, то есть вы на самом деле сможете написать какую-нибудь такую прогу, которая, значит, обработает этот тест параллельно, независимо. Вот, и получается, ускоритесь таким образом, даже имея неправильную асимптотику, вы сможете сдать решение. Давайте посмотрим, как он выглядит. Здесь, на самом деле, в этой задаче указано количество тестов, вот, а дальше идут сами тесты. Их тут 5. Вот, они указаны, вы сможете их прочесть, и получается, на каждый тест вы сможете ответить независимо от остальных тестов. Вот, ну и время вышло, и типа все, хана. Вот, также есть соревнования, значит, в котором принимали участие, называется, сейчас я вспомню, Advent of Code 2022. Ну, проходит каждый декабрь. Вот, там дается 25 задач, каждый день по одной задачке. Я, наверное, не буду сейчас входить, потому что это долго. Вот, но там, в общем, если мы откроем задачку, там условия задачки, и дальше вы жмете, типа, скачать тоже входной файл, вам он скачивается, вы отвечаете на него и прикрепляете ответ. Вот, то есть вы вольны считать ответ как в вашей душе угодно. Также есть всякие игры, типа, Backlub.ru, где вы сможете всякие лабиринты строить. Вот, ну и понятное дело то, что вы тратите некоторое время у себя локально, если у вас какой-нибудь алгоритм, который сгенерирует лабиринт, и дальше вы уже прикрепляете ваш лабиринт сюда на вкладку игра, да, вот, и то же самое отправляете. А в это время вы сможете что-то угодно у себя выполнять. Также есть такие задачки на CPC, где вы сможете, например, предпочитать у себя на компьютере что-нибудь локальное. Например, если там используются римские числа, то вы сможете у себя локально вычислить все римские числа, затем скопировать в код, вставить там вектор из строк и их уже использовать. То есть предподсчет тоже занимает время. Или вот у меня есть реальный пример задачки. Мы ходили на дону восьмую четверть финала ICPC, и там была задачка посвященная теории игр. И понятное дело, то что теория игр это исследование состояний, то есть нужно обойти граф, посмотреть, какие состояния выигрышные, какие проигрышные, придумать какой-нибудь критерий, который отвечает выигрышная или проигрышная в зависимости от ситуации. И теперь уже после того, как вы исследовали, вы отправляете. Мы выяснили, ну там получается количество различных наборов входных данных было не больше тысячи на тысячи на тысячи, то есть там такая трехмерная игра, вот, и мы выяснили то, что количество выигрышных вариантов всего было около двух лямов, вот, и хотели вычислить их все и придумать какой-нибудь критерий или вставить в код и так далее, то есть что-нибудь локально сгенерировать, а потом это уже использовать, вот, используя то, что при отправке своего решения вы сможете использовать 65 тысяч символов, то есть в вашем cpp-файле 65 тысяч символов спокойно вылезают, вы его отправляете и наслаждаетесь жизнью. Также у нас есть миражная задачка, которая посвящена хэш-таблицам, там нужно было вставлять строчки в структуру данных и выводить типа yes, если эта строчка есть, и no, если этой строчки нет. Вот, я эту задачу делал неделю, да, почему ушло именно так, вот, дело в том, то, что я пытался законтрить все хэш-таблицы, которые существуют на сайте CodeForces, в общем, если мы зайдем в запуск, мы тут сможем выбрать различные языки и в зависимости от языка у вас там различные реализации хэш-таблиц, да, то есть вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот там различные реализации, все-таки хэш-таблица, это, например, unordered set или unordered map c++, это вероятностная структура данных, то есть нужно было сгенерировать такие тесты, на которых все хэши, то есть std-хэш от этих строчек, там, хэш с1, с1 был равен любой, любому другому хэшу из ввода, то есть std хэш s2, вот, то есть, ну и понятное дело, нужно было дать там сто таких вот тысяч строчек, s1, s2 и так далее, такие, что, получается, все они угодили бы в одну корзину, в хэш-таблице и решение с хэш-таблицей было от n во второй, да, потому что тогда поиск у нас и вставка занимали бы не от единицы и нет от логарифма за линейное время из-за устройства хэш-таблиц, вот, и я все это реализовывал и перебирал, искал получается, такие наборы входных данных, на протяжении семи дней, вот, в итоге все это здесь закон трена, кроме самых свежих языков, дело в том, то, что задачка старая, то есть, если вы выберете, например, вот этот, вот, 11.2.0, то вы, скорее всего, зададите задачку, но дело в том, то, что его тоже возможно законтрить, вот, все-таки on order redmap, так, ну, в общем, итого, у нас есть отдельные соревнования, где вы у себя считаете, также у вас есть соревнования, на которых вам нужно какой-то предпочет локально делать, также вы сможете применять многопоточку где-то в реальной жизни у себя, вот, когда вам нужно, например, сгенерировать сэмплы, или во время контртеста, то есть, когда вы написали быстрое решение, и вы не знаете, в чем ошибка, вам нужно найти контртест, вы перебираете все тесты, вот, ну, и сравниваете с медленным решением, вы можете перебирать все тесты в многопоточном режиме, то есть, расправить, таким образом вы ускорите, то есть, если раньше вы искали контртест за 8 минут, если у вас 16 потоков, то вы найдете его за 30 секунд, то есть, получается, вы сэкономите себе 7 минут 30 секунд реального времени на решение задачки, вот, это что касается мотивейшена, давайте, значит, теперь разберемся, что же такое это многопоточное программирование, в общем, у нас есть CPU, да, процессор, который выполняет некоторые действия, вот, ну, и на самом деле он так устроен, то, что у него получается есть несколько ядер и несколько логических процессоров, сейчас я должен отойти на 30 секунд, так, я вернулся, вот, я рассказывал про CPU, значит, у меня такой CPU на ноуте довольно сатарой, значит, у меня 4 ядра, 8 логических процессоров, вот, ну, и написано, то, что количество запущенных процессоров равняется 272, количество запущенных трэдов 3824, вот, то есть, трэдов 3800 с лишним, значит, у вас, возможно, процессоры лучше, но я покажу сначала на своем, значит, давайте схематично нарисуем, значит, вот у нас получается процессор состоит из ядер, то есть, вот у нас Core 1, Core 2, там, Core 3, ну, и так далее, Core 4, вот, они между собой работают, вот, если вы, получается, запускаете свою программу в однопоточном режиме, то у вас она работает целиком на каком-то ядре, да, как происходит вычисление, то есть, вы запускаете некоторый трэд, да, переводится как нить, вот, но мы будем называть его поток, вот, и получается, этот ваш трэд выполняет вашу функцию main, значит, вот, ну, и когда она будет выполнена, трэд завершается, да, давайте, вот, открою, вот у нас функция main, и она выполняется в этом единственном трэде, мы, значит, видим то, что количество трэдов у нас тут 3936, да, вот, ну, и на самом деле ваш трэд, он станет одним из, вот, ну, и в зависимости от его интенсивности выполнения, есть в системе такая штука, как планировщик, вот, и он, значит, распределяет все активные трэды по вот этим вот ядрам, значит, то есть он возьмет этот трэд и запихает его сюда, например, выполняться, потом, если он слишком долго выполняется и есть еще активные, то он его вынесет отсюда, то есть поставит на такую паузу и запихнет сюда какой-нибудь второй из активных, вот, ну, и так далее, получается, он все время запихивает сюда трэды, которые нужно выполнить в зависимости от активности, да, у нас есть трэды, которые работают, ну, и трэды, которые спят, значит, вот так, то есть на самом деле ваша программа, она не все время выполняется на каком-то ядре, то есть планировщик имеет право вынести ее оттуда и потом продолжит выполнять, вот, ну, и на самом деле почему логических процессов, логических процессоров в два раза больше, потому что в Intel у нас есть такая штука, как гипертрейдинг, специалисты из Intel придумали такую штуку, то, что одно ядро выполняет до двух трэдов параллельно, то есть вот как-то ядро делится между собой пополам и получается у вас уже восемь ядер, ну и они как-то выполняются здесь, то есть какой-нибудь трэд один здесь бежит, трэд два здесь бежит, трэд три здесь, трэд четыре и так далее. Понятное дело то, что получается они будут работать ну возможно не так быстро, если бы тут был всего один трэд, то есть у нас тут указана скорость, значит то есть основная скорость 2.1 гигагерца, вот, но мы видим то, что он разгоняется до 3.11, то есть вот, ну если мы будем выполнять восемь потоков, то они будут выполняться со скоростью 2.11, если они интенсивно будут выполняться, вот, ну и основная суть значит нашего ускорения, то, что мы возьмем, например, у нас всего 4 ядра, если мы запустим на одном ядре, то у нас будет забито 25%, вот, наша цель использовать эти ресурсы наиболее эффективно, то есть наша цель использовать 100%, то есть основная идея в следующем, мы у себя создадим, получается, 4 треда прямо в cpp-файле, пусть они работают, работают независимо, что-то там считают, вот, и генерируют результат, таким образом мы увеличим производительность нашей программы локально в 4 раза, вот, и ускорим ее, значит, вот, это основная идея, ну, и, разумеется, мы рассмотрим способы, как это реализовать наиболее просто, эффективно и без багов, значит, то есть чтобы раз параллеливание возможно было написать, например, за минуту, вот, это все работало, то есть такой олимпиадный стиль, когда вам нужно написать это все максимально быстро и без багов, вот, соответственно, давайте займемся написанием кода, есть какие-нибудь вопросы пока что? У меня вообще тупый вопрос, а многопоточность и асинхронность это вообще похожие вещи или это вообще разные? Похожие вещи, но асинхронность получается это в рамках одного потока, когда у тебя некоторые действия выполняются асинхронно, независимо друг от друга, то есть в рамках одного потока ты сможешь асинхронные фиговины писать, то есть они будут занимать 25% рантайма, да, но они будут выполняться независимо, вот, все-таки если ты хочешь да, сота процентов добить, то тебе нужно именно многопоточку использовать, ну а в рамках многопоточки, в многопоточности ты уже можешь асинхронную фигню делать, то есть они дополняют друг друга, то есть асинхронность еще раз, это когда ты несколько действий параллельно в одном потоке делаешь, многопоточность это когда ты несколько действий параллельно в разных тредах делаешь, то есть в разных потоках, вот, то есть это перпендикулярные вещи. Ну да, понятно. ну давайте значит перейдем к реализации кода, ну я напишу его с нуля, вот у меня есть hello world, ну давайте реализуем такую штуку, то что у нас получается мы создадим например, ну для примера 16 потоков, пусть все потоки выведут hello world, вот, давайте зададим то, что у нас будет количество потоков равно 16, дальше обычно заводят вектор из потоков, то есть давайте напишу using new space std, чтобы вам было попривычнее, давайте вектор из потоков, на самом деле в C++ есть такой класс как поток, он называется thread, вот, и мы сможем из него составить вектор, давайте назовем его потоки, вот, ну и получается у нас вектор из потоков будет, вот, нам нужно на самом деле подключить вектор, подключить потоки, вот, ну и давайте добавим вектор наши потоки, значит мы будем это делать в цикле for, значит id-шник от нуля до количества трэдов, threads id++, да, вот сюда, дело в том, то, что вы не сможете скопировать поток, то есть вы не сможете, например, использовать функцию pushback, вот, но, то есть потому, что вы скопировать его не сможете, дело в том, то, что вы вместо этого используете функцию implaceback, типа добавить в конец без скопирования, вот, и поток у нас выполняет некоторую функцию, получается он будет выполнять эту функцию, потом он, получается, когда ее выполнит, он завершится, уничтожится, вот, то есть давайте в качестве функции удобно выполнять лямбда функцию, значит, я добавлю лямбда функцию, как она обычно делается, контекст, параметры и тело, вот, мы добавим ее в конец, ну, и давайте вот так вынесем как-нибудь на новую строчку, типа, вот такую штуку сделаем, так, код blocks немного меня подводит, я обычно пишу в notepad, вот, давайте как нормальную функцию, пусть он ее выполнит, давайте сразу выведем hello world в этом потоке, значит, теперь, дело в том, то, что в этом цикле for мы добавили в этот вектор в конец потоки, да, вот, и в лямбда функцию мы просто вводим hello world, давайте я тоже это с td уберу, дело в том, то, что потоки работают, а основной поток, он пойдет дальше, то есть, как эта штука сработает на доске, да, давайте вот у нас идет поток основной, то есть, main, этот поток создает еще потоки, типа t1, t2 и так далее, он не дожидается их выполнения по дефолту, то есть, они там будут работать между собой, вот, а main пойдет дальше, дойдет до return 0 и типа завершится, то есть, наша программа возьмет и завершится, значит, чтобы этого не произошло, использовать такую вещь, как join, то есть, после создания потоков их нужно заджойнить к основному потоку и то есть, вот отсюда, вот, после того, как мы их сгенерировали все, мы их присоединяем сюда, вот, и типа в этой точке наш основной поток дальше не пойдет, пока не будут выполнены все остальные потоки, то есть, это делается так, мы можем в цикле for пробежать по потокам, threads, значит, вызвать t join, и вот здесь мы уже знаем, то, что все потоки там завершились, то есть, вот, так, сделаем, вот, то есть, именно вот здесь вот, да, а вот до этого момента они еще работают, а вот тут уже завершились, и причем основной поток будет ждать их завершения, вот, такая вот прога, вы видите, довольно компактная, ну, просто hello world выводим, чисто показать, как работают эти штуки, ну, и давайте запустим, значит, tag, а tag join, он, типа, ждет, пока выполнится, да? Ну, да, то есть, join, это присоединить выполнение этого потока к основному, вот, то есть, ну, по сути, он сможет ждать, да, то есть, join будет ждать, пока в потоке не произойдет return, да, мы сможем, например, написать какой-нибудь цикл, тогда у нас будет работать бесконечно долго, да, while true напишем, вот, ну, и давайте на самом деле протестируем, что будет без join, вот, я уберу join, так, я убрал join, вот, exception, типа assert сработал, свалилось, то есть, вот у нас вывел на этом моменте то, что все потоки были завершены, а дальше он еще выводил, значит, наши надписи, то есть, не все потоки были завершены, вот, то есть, вот эта вот надпись была выведена тогда, когда у нас некоторые потоки еще работали, чтобы такого не произойти, не произошло, нужно ждать, пока они будут выполнены, вот, и для этого есть join, проблема в том, то, что вы не можете два раза вызвать join, то есть, если, ну, я встречал такие вещи, когда у нас люди делали join, потом они, например, вектор, после того, как эти потоки выполнятся, добавляли новые, да, вот, то же самое, добавляли в конец, а потом еще раз вызывали join, дело в том, то, что в векторе будут старые потоки, которые уже выполнились, и типа, два раза join вы не сможете писать, в таком случае пишут, типа, проверку, если возможно заджойнить, то есть, если еще не выполнился, значит, есть такая функция точка joinable, вот, если возможно заджойнить, то вы джойните, вот, а иначе, типа, он уже выполнился, уничтожился, и все, вот, такие дела, то есть, он будет ждать, пока они будут выполнены, вот, а еще вопросы? Давайте я почитаю чат, значит, что-то в обсуждение прислали, а, при решении задач, ну, давай я скажу еще раз то, что на CodeForces ваше решение запускается в одном потоке, не сможете использовать, значит, но есть специальное соревнование, где вам нужно скачать входные данные, сгенерировать ответ и отправить, вот, тогда вы вольны использовать все ресурсы компьютера, которые у вас есть, хоть видеокарта, хоть CPU, хоть что угодно, хоть на листочке с бумагой вычислить данные и отправить, значит, вот, пример это Reply Challenge, там на ответ дается 2 минуты, за 2 минуты вы должны вычислить, и тогда, чтобы максимально эффективно использовать ресурсы, вы используете многопоточное программирование, а также есть такие вещи, как предподсчет, когда вам нужно, например, предподсчитать все римские числа или предподсчитать все какие-нибудь простые числа, да, миллиарда, вы запускаете у себя код, ну и чтобы не ждать, пока в однопоточном режиме он выполнится за час, вы сможете на 16 потоках запустить, и получается, у вас будет в 16 раз быстрее, то есть вместо 60 минут у вас будет 4 минуты, тогда у вас получится 56 лишних минут в запасе, вот, ну и получается, тогда вы будете максимально эффективно использовать ресурсы, ну и плюс во время стресс-теста, когда у вас есть быстрое решение, медленное решение, и когда вы знаете, то, что у вас в Run Gunswer, о быстром решении вы должны найти контр-тест, чтобы найти контр-тест, вы можете перебрать все тесты, вот, и, например, если ваш стресс-тест находит контр-тест за 8 минут, если вы используете многопоточку, то вы там в 16 раз быстрее найдете контр-тест, то есть это вам еще сэкономит 7 минут 30 секунд, то есть это скорее о максимальном эффективном использовании локальных ресурсов, да, то есть то, что вы делаете перед сабмитом, вот, давайте я так кратко напомнил, есть еще вопросы? Сейчас, а вот, типа, когда мы вызываем тэд join, типа, он прям ждет, пока этот стрэд выполнится, да? Да, хочешь прикол, смотри, сейчас, что будет, если мы вот join в основном цикле сделаем? threads back, да, который мы добавили, join, блин, мне не нравится, короче, такая штука, когда у меня подсветка на весь экран, давайте я сделаю следующее, давайте я все-таки буду писать эту штуку в notepad, это раздражает, я потому что не знаю, как ее вырубить, а компилировать буду в этом, в терминале, вот, просто про код блок хотел сказать, что это возможно все использовать, но вам нужно кое-что сделать, значит, заходим в settings, компилятор, здесь вам нужно выставить, во-первых, стандарт, типа, на вкладке компилятор использовать современный стандарт, то есть cpp17 выставить, можете GNU или ISO, хочешь, да угодно, и то, и то заработает, также вам нужно выставить 64-битную систему, и вам нужно O3 выставить, то есть чтобы быстро работало, можете Ofast выставить, тоже, так что, ну и здесь вроде никаких флагов больше нет, то есть в кодблоксе у вас все заработает, вот, считай из коробки, да, тогда давайте в терминал перейдем, значит, что я хотел сделать, значит, я хотел join от конца, то есть мы добавили, тогда нам это не нужно, значит, мы добавили его, давайте выполним эту штуку, значит, я скомпилирую ее, тест, ну и выполню его, погнали, вот, то есть он типа создал один трет, дождался его выполнения, потом создал второй трет, дождался его выполнения, создал третий трет, дождался его выполнения, то есть вот так вот при каждом вызове join он будет ждать, пока поток выполнится, то есть вот такая программа будет скорее всего типа строго медленнее, чем без тредов, да, такая программа будет однопоточная, третий поэтому join надо делать после того, как вы создали треды, то есть надо разграничивать области, то есть вот здесь у нас будет создание тредов, здесь будем ждать их выполнения, вот, ну, вот так вот разграничили, так, ну и признак того, что они работают независимо, смотрите, они все параллельно выводят, то есть некоторые треды не успевают перенести курсор на новую строчку, то есть другие треды дописывают к этой строчке, вот с этим мы тоже разберемся, значит, у них еще у них относительный порядок тоже рандомный, да? Да, про порядок, значит, про порядок, у каждого треда есть айдишник, даже у основного треда есть айдишник, как его вызвать, есть такая штука, мы можем сделать так, то есть seaut this thread get id, вот, выведет, получается, айдишник этого треда, main thread, давайте так сделаем, вот, ну и давайте вот здесь получается thread, а вот этот поток has been created, has been created, окей, ну и сделаем так, что has been finished, вот, то есть, ну и давайте thread, вот этот поток, getid, он выводит нам надпись hello world, вот такую вот штуку выведем, то есть все время будем вводить айдишник, ну давайте вот это вот теперь запустим, значит, я запущу его так вот, и подожду, да, значит, вот, да, вы, у нас айдишник основного треда, дальше у нас происходит следующее, то, что создается вот такой тред, а есть у нас такое, что так, по-моему, слишком быстро они делают, они, короче, слишком быстро работу делают, поэтому у нас все синхронно, давайте будем спать, значит, есть такая штука, как this thread, можно заснуть на какое-то число секунд, давайте на 100 миллисекунд заснем, пусть они спят, sleep for, то есть, эта штука переводит thread в спящий режим на 100 непонятно чего, чтобы это исправить, нам нужно иметь тип данных секунды, миллисекунды, наносекунды и так далее, они у нас есть в библиотеке хрона, нам нужно подключить хрона, дальше нам нужно подключить литералы этих секунд, это делать так, using namespace std literals, и теперь мы сможем использовать не просто 100, а 100 миллисекунд, пусть у нас спит 100 миллисекунд, вот, из-за этих литералов и библиотеке хрона, он поймет, сколько спать, вот, и давайте теперь эту штуку перезапустим, значит, сейчас, вот, вот такая фигня, значит, видите, они что сделали, теперь у нас все перепутано, вот, но хотя бы это все работает, значит, так, ну, понятное дело, с такими айдишниками неудобно работать, то есть, ну, как мы поймем, что это за айдишник, давайте присваивать номера тредам, то есть, пусть каждый тред у нас будет иметь номер, мы, значит, будем использовать номера от 0 до 16, то есть, мы должны какую-то переменную создать у этого треда, значит, так как мы используем лямбда-функцию, то они очень удобны тем, что мы сможем создавать переменные прямо в области контекста, и тип будет выведен автоматически, то есть, мы можем написать так, тред айди присвоить ему переменную ид, то есть, переменная ид будет вот эта вот взята из цикла, а тред айди, он будет уникальным для каждой лямбда-функции, вот, ну, и то есть, для каждого треда, и тогда можем делать следующее, вот это вот get id заменить на вот такую штуку, вот, thread id, ну, и давайте запустим, то есть, мы в контексте лямбда-функции создали переменную, вот, если вы создаете тут переменную, она будет константная, то есть, вы ее не сможете изменять, то есть, я не смогу сделать, например, плюс-плюс, то есть, она у вас константная для всей, для всего треда, вот, ну, и запишется id, давайте его запустим, будет поприятнее, да, все еще выявилось так, надо через это просто slash n, а не end, давай попробуем, slash n, так, slash n, уже лучше, но все равно мусор, мы попробуем разобраться с этим, я покажу, как это устранить, в общем, такая вот штука, да, здесь мы сможем объявлять какие-нибудь переменные, вот, ну, и давайте теперь поговорим, как это использовать, значит, в своей программе обычно делают следующую вещь, то есть, вам нужно выполнить какое-то независимое число задач, ну, в терминах олимпиадного программирования давайте будем работать с такими штуками, как независимое количество тестов, то есть, у вас можем считать то, что мультитест по программе, ну, или если каждый запрос независим, то можно выполнять запросы независимо, то есть, обычно делают следующее, входные данные для тредов записывают в вектор, например, вектор, там, ну, если, давайте разберем такую задачу, типа, вам дано n чисел, нужно посчитать для каждого числа количество делителей, по это дело, то, что все числа независимы, да, вы берете так и создаете вектор из лонг-лонгов, давайте я ll напишу, ll, и, например, n тестов, то есть, назовете его входные данные, input на n, вот, и также вы создаете вектор ответ, то есть, тоже из лонг-лонгов, output, вот, то есть, первый шаг, вы заполняете вектор input, то есть, входными данными, если у вас независимые тесты, типа, как в жуке, надо, например, вычислить ответ для тысячи лабиринтов в каком-нибудь генетическом алгоритме, когда у вас поколение из тысячи лабиринтов и вам нужно для всех выполнить, то тогда вы в векторе будете хранить уже не лонг-лонги, а лабиринты, там, вектор из векторов из булов, например, вот, или из интов, если у вас какие-нибудь, типа, десять тысяч графов об этих деревьев, то все равно вы создаете данные под каждое дерево и заполняете его вот так вот. То есть, первое, это создание вектора input, создали input, а второе, это, получается, создали треды, которые обработают весь input, создали треды, третье, это дождались их завершения, дождались, четвертое, это обработали output, да, обработка output, вот, ну, такая вот схема, то есть, первый шаг создания входных данных, второе, это создание потоков, третье, пусть не работает, а мы ждем, четвертое, это обработка уже ответа, вот, это самый простой сценарий, и, значит, мы, например, сможем, как разделить наши входные данные, независимо, чтобы они все параллельно, независимо работали, например, вот у нас есть вектор, значит, пусть первый поток обработает, ну, то есть, если у нас длина вектора n, а количество тредов 4, то давайте поделим на 4 группы, то есть, n по 4, n по 4, n по 4, и n по 4, вот, то есть, пусть они работают, значит, независимо, параллельно обрабатывают, один тред обрабатывает это, второй тред обрабатывает это, третий тред это, четвертый тред это, а потом, получается, мы их дождемся и обработаем уже ответы, вот, тогда получается вся эта штука независима будет, и мы сэкономим, получается, то есть, время выполнения улучшится у нас в 4 раза, вот, ну, давайте что-нибудь типа такого напишем, значит, я это сохраню как тест, я создам тест 1, тест 1 cpp, вот, ну, и давайте, значит, что мы сделаем, давайте факторизовывать числа, значит, будем делать так, будем раскладывать числа, то есть, будем искать количество делителей для каждого числа, числа, числа у нас будут большие, значит, я тут скопирую код, я его заранее написал, значит, есть функция, которая считает количество делителей, эта функция просто бежит до корня из x, вот, и если x делится на p, то он делит, пока делится, увеличивает степень, ну, а дальше формула количества делителей, это ответ умножается на степень простого числа плюс 1, вот, если в конце x больше единицы, то ответ умножается на 2, так как вы умеете решать задачки, то я думаю, этот код вам знаком, значит, мы просто будем его использовать параллельно, так, мы его разместим сюда, вот, то есть, эта штука нам вычислит количество делителей для числа x, вот, она принимает одно число и возвращает одно число, давайте теперь сгенерируем входные данные, значит, я буду использовать генератор псевдослучайных чисел из стандартной библиотеки, которая называется MT19937 и равномерное распределение целых чисел, вот, мы будем генерировать числа от 1017 до 1018, используя генератор, значит, давайте я эту штуку скопирую целиком, то есть, этот фрагмент кода у нас будет генерировать работы, которые нужно выполнить, то есть, генерировать наши числа, он будет заполнять вектор входных данных, вот, при ответе на задачу, при решении задачи, вы сможете заполнить вектор данных во время чтения, например, давайте я его сюда скопирую, вот, таким макаром, значит, здесь мы что сделаем, создаем вектор input и заполняем его, вот, ну, а дальше у нас основной этап, это, получается, создаем потоки, дело в том, что, смотрите, мы используем 16, там, 4, но откуда мы знаем это, мы знаем это из того, что мы посмотрели вот сюда, то есть, alt, control, delete, и у нас тут 8, 4, да, выполнилось, как это узнать в C++, есть такая функция, типа, thread hardware concurrency, вот, мы ее вызываем, вот, в cppreference сможете найти ссылку, значит, это количество тредов, которые могут выполняться параллельно на текущей машине, значит, то есть, вот такая штука, она вернет вам количество тредов, давайте будем заполнять все эти треды, то есть, вместо 16 мы используем вот эту функцию, ну, и выведем сколько тредов там, выведем то, что это переменная у нас равна вот такой штуке, вот, ну, а дальше мы создаем треды, смотрите, количество работ у нас 100, мы должны поделить количество работ на количество тредов, чтобы узнать размер отрезка, да, давайте поделим с округлением вверх, то есть, const int, segment len, количество работ, которое нужно выполнить, поделим на количество потоков с округлением вверх, вот, используем целочисленную формулу для деления с округлением вверх, вам нужно прибавить знаменатель плюс 1 и поделить на знаменатель, вот, ну и здесь мы сгенерируем эти штуки, значит, что мы будем делать, нам нужны параметры отрезка, вот у нас отрезок с номером id, значит, его начало begin, это будет id умножить на длину отрезка, его конец, давайте end назовем, значит, будет либо begin плюс отдалена отрезка, минимум, либо, если мы выйдем за пределы вектора, то получится количество работ, то есть размер вектора, вот, begin end, вот такая штука, ну и мы сможем, например, здесь опять же, создать переменные b равняется begin, e равняется end, вот, ну и давайте в цикле for пробежимся от begin до end, чем будем делать, нам нужно получить число, которое мы будем факторизовать, то есть x, пусть будет input от i, ну и дальше мы получается записываем ответ в output, записываем вызов нашей функции количество делителей от x вот вот такая вот штука, дальше мы ждем выполнения, вот, ну и опять выведем то, что все треды были завершены, вот, ну и давайте здесь выведем такую штуку, то, что этот тред у нас тред с номером id начался типа чед, короче, эх, я плохо печатаю на клавиатуре, значит, давайте так, begin, а здесь получается end, вот, ну и посмотрим, как наш код выполняется, вот, я его при вас написал, чтобы продемонстрировать то, что на соревновании это вполне возможно написать, если следовать определенной структуре, значит, вот, в принципе, мы пробежимся по подотрезку и посчитаем, и дальше дождемся его выполнения, давайте я его скомпилирую и выполню, значит, я могу так, это потому, что тест 1, давайте, я могу пропасть на некоторое время, потому что у меня будет долго выполняться, или нет, давайте я все-таки рискну, значит, у нас другой тест, это у нас тест 1, вот, я его выполню, погнали, не скомпилировалась, не скомпилировалась, ошибка компиляции, знаете что, потому что у нас лямбда-функция, ну, первое, у нас нет вот этой вот фигни, да, генератора, я забыл подключить, генератор случайных чисел, надо включить рандом, лямбда-функция, второе, это мы не захватили контекст, то есть, лямбда-функция, чтобы видеть вектор input и output, так как эти векторы, получается, живут от функции main, их надо захватить по ссылке, то есть, можно вот так вот сделать, ссылка на input, ссылка на output, тогда ссылки на эти векторы у вас передадутся в лямбда-функцию, вот сюда, вот они сюда передаются и вы будете их видеть, ага, id не захвачен, вот, удобно, кстати, то, что он показывает, то, что мы должны использовать переменную thread id, мы ее создали, если бы мы использовали id из цикла for, это бы ничем хорошим не закончилось, так как она одна на все потоки, вот, окей, мы видим, так, я пропал, наверное, нет? Не, не, надеюсь. Не пропадал. Окей, ну, смотрите, у нас некоторые потоки, ну, то есть, все потоки начались, и дальше какой-то поток завершился раньше, потом завершился второй поток, завершился третий, нулевой, пятый, четвертый, первый, ну, и все. All threads have been finished, окей. То есть, все потоки были завершены, вот, но мы видим, они неравномерно, потому что мы сгенерировали числа, а на подотрезках у кого-то, возможно, большее количество делителей, у кого-то меньшее количество делителей, вот, и так далее. То есть, они неравномерно работают, поэтому кто-то завершается раньше, но кто-то быстрее, но вот такая вот элементарная программа, она будет уже работать, да, то есть, многопоточно. Давайте, вот основной вам код. Есть какие-нибудь вопросы? Вообще странно, почему они так вообще неравномерные? Я бы ожидал, что они типа завершились бы примерно в одно и то же время, но они как-то медленно выполняются вот в этом примере. Ну да, мы, давайте еще раз, генерируем рандомные числа от 1017 до 1018. Значит, и у кого-то больше чисел, у кого-то меньше, и мы всего 100 чисел генерируем. То есть, получается так, что типа на каком-то подотрезке очень тяжелый, на каком-то подотрезке очень легкий получается подотрезок. вот, ну и давайте сделаем так. Значит, в функции мы сделаем следующее, вернем сейчас пару, первый это ответ, второй будет количество итераций, то есть long-long. Сколько итераций сделали? Давайте long-long iterations. Значит, вот здесь в цикле for у нас будет одна итерация плюс-плюс. Дальше в цикле while мы делаем еще одну итерацию. То есть вот здесь в цикле мы делаем итерации и здесь мы делаем итерации. Значит, считаем сколько раз мы делали итерации и теперь возвращаем ответ iterations. Ну и давайте сделаем вернем пару, то есть ответы итерации и здесь примем. То есть здесь получается мы используем распаковку структуры, то есть пары. Значит answer и iters, то есть количество итераций. ну и в output запишем answer. В iteration получается сколько итераций сделал total итерс, прибавим итерс, вот и здесь получается long total iterations. Давайте 0 запишем and с каким количеством итераций. Вот, сколько он сделал итераций. давайте теперь в таком виде запустим. Я пока запускаю и читаю вопрос. Новое непрочитанное. Вопрос. Так, это не вопрос. Ладно, вот, смотри, короче, седьмой поток завершился, выполнив 17 миллионов итераций, второй поток 250 миллионов, третий поток 480 миллионов, нулевой, дальше 967, 989, дальше по миллиарду делают итераций. Вот, то есть самый мощный поток это полтора миллиарда итераций сделал. Видишь, неравномерно как. Понял почему? Странно, что неравномерное распределение, но да, понятно. Окей, теперь мы посчитали. Мы научились считать количество действий. Так, ну давайте поговорим про переменные. Значит, смотрите, область видимости переменных, смотрите, вот это вот переменные, которые мы объявляем здесь, вот это вот, эта переменная будет для каждого потока своя уникальная переменная, то есть thread id, b, e, они будут уникальны для каждого потока. Дальше у нас есть некоторые переменные, которые мы передаем по ссылке, значит, input, output. Вот, они будут для всех потоков одни и те же, они определены вот здесь, получается, в 42 строчке output, в 38 строчке input. Вот здесь они определены, получается, одни и те же. Также любую переменную, которую мы создаем в теле лямбда-функции, то есть у нашего потока, вот эта вот, она тоже для каждого потока уникальная. i у нас для каждого потока уникальная, то есть x, вот это вот все. Пересекаются три штуки. Input, output и seout. Seout тоже общий для всех потоков. вот, значит, ну и понятное дело, то, что если мы какую-то функцию вызываем, то вот эти перемены, которые мы создали, они просто создаются на стеке в автоматической области памяти, то есть и удаляются после ретерна. Получается время жизни этих переменных вот этой вот скобки до этой скобки, значит, то есть по этим переменам тоже пересечения не будет. У каждого треда свой участок стека выделяется, вот, и там переменные эти живут. Ну и для возвращаемых значений тоже, и для параметров функций тоже, они будут у каждого треда свои. Вот, осталось только общее, значит, seout общий, input output общий. Здесь мы сделали так, что потоки не пересекаются по ячейкам, то есть это ячейка получается независимо от всех остальных, то есть мы разбили задачи на непересекаемые. А вот seout получается у них общий, значит, появляется такое явление, как data race, гонка к данным, когда получается такая вещь, значит, вот у нас некоторые потоки, два потока, они одновременно начинают писать всеout. Вот, то есть они одновременно оказались вот в этой вот строчке, одновременно вот в этой вот строчке и начали писать всеout одновременно. Вот, и поэтому мы видели в первом сэмпле, когда мы засыпали, давайте я покажу это, вот, видите, они писали всеout одновременно, и поэтому у нас была такая каша мала, давайте я еще раз запущу эту штуку, тест, еще раз убедимся то, что они все одновременно будут писать туда. Вот, значит, давайте научимся решать эту задачу. То есть решают так, значит, когда, то есть это явление называется data race, гонка к данным. Вот, data race есть не только к переменным seout, но и к функциям. Стандартный пример, какая-нибудь сишная функция c++ rand. Вот, давайте откроем rand. rand нам генерирует псевдослучайное число, оно находится в c stdlib. Вот, и дело в том, что rand типа хранит у себя там параметр генератора, последнее сгенерированное число, и он типа после генерации меняет параметры генератора, меняет последнее сгенерированное число, чтобы каждый раз выдавать новое. То есть там типа такая функция, которая на основе предыдущих говорит следующее. Вот, и если мы вызовем из многих потоков функцию rand, то мы получим одинаковые числа. То есть у нас есть такое поле здесь data races и пишут то, что функция получает доступ и модифицирует внутренние объекты, то есть обращение к этим объектам может вызвать data race. Значит, давайте рассмотрим более простой пример того, что я имею в виду. Давайте вот этот тест скопируем, вставим как его тест 2. Мы создадим ту переменную count, пусть 0, и мы просто будем делать в цикле давайте делаем count плюс-плюс для каждого потока. Ну, давайте сделаем так. поток будет 10 раз делать count плюс-плюс. Получается, мы ожидаем увидеть какой-нибудь count. Давайте его запустим. Вот такая вот штука. Получается, мы хотим увидеть 160, да? Давайте вот так вот 10 тысяч, то есть мы nthreads умножить на 10 тысяч. Значит, давайте сравним, то есть, что получится. Ну, это я как тест 2 сохранил. Тест 2. Давайте я без оптимизации запущу, вдруг у нас что-то сломается. O0 сделаю. Так, count не захвачен. Да, у нас переменная, которую мы должны захватить из функции main, делаем ссылку и count. Тогда он захватится по ссылке. Окей, эта штука сработала, ничего себе. Так, такого я, конечно, не ожидал. Давайте так сделаем. А, у нас int, да, давай long-long. LL. долго. Долго. Поменьше надо. Во! Видели, да? теперь давайте что бы это const long-long n increments. Эту штуку выделим сюда, захватим ее по значению, вот, и количество инкрементов сделаем эту штуку, вот, чтобы все нормально работало. Так, скажите, что-нибудь, меня вообще слышно, нет? Да, слышно, подышно. Вот, ну смотрите, то есть ожидали 160 миллионов, то есть каждый поток делает 10 миллионов плюс-плюс, вот, а получили 37 миллионов, то есть поэтому с этим надо быть аккуратнее. Почему это произошло? Смотрите, каунт у нас получается одна и та же на все потоки, вот, это общая переменная происходит следующее, каунт плюс-плюс у нас не атомарная операция, она выполняется в три действия, значит, первое действие, это получается в некоторый регистр R записать значение, которое было, в каунт. Второе действие, это сделать R1 равняется R1 плюс 1. Третье действие, это в каунт записать R1. Вот такая вот штука. Значит, то есть плюс-плюс делается из трех действий, копируем значение в регистр, прибавляем в регистре плюс 1, и копируем обратно. И вот у нас многие потоки одновременно попадают вот на эту инструкцию. То есть они попадают вот на эту инструкцию и берут одно и то же значение, одно и то же увеличивают и одно и то же записывают. То есть вот здесь мы теряем. Вот. Это такой простой пример аналог сиаута. Вот. Ну, давайте научимся фиксить дата рейсы. Разберемся сначала сиаутом. В общем, здесь такой механизм работает, что когда первый поток добирается до общего ресурса, вот до этого ресурса он пусть добрался. давайте его залочим, значит, чтобы типа вот эти ждали, то есть вот этот поток ждал, пока эта штука отпустится, то есть первый поток добирается, что-то пишет, то есть добрался до ресурса, второй залочил его для остальных потоков, третий пишет, четвертый значит разлочил и пошел дальше выполняться. Вот в таком будем виде делать. Вот, то есть lock что-то напишем и unlock. Как это все реализовать? Есть такой класс как mutex, значит давайте сделаем так, пофиксим вот этот пример тест, давайте я его скопирую как тест 4. Мы значит будем фиксить его следующим образом. Значит нам надо заинклюдить mutex это ну и мы создадим его здесь вот std ну короче mutex mtx вот это получается класс а это имя переменной и что мы делаем? Мы лодчим общий ресурс то есть seout самый удобный способ это создать объект который при создании будет лодчить а при удалении получается отпускать делают следующее фигурные скобки пишут lock guard типа mutex lock mtx то есть создается переменная lock которая будет лодчить mutex переменную mtx переменная lock имеет тип lock guard она будет лодчить mutex она получается залочит его то есть вот когда она создастся она его залочит и когда дойдет до закрывающей скобки получается разлочит то есть вот эта штука то есть все что от открывающей и до закрывающей скобки будет выполнено получается заблокировкой всех остальных вот давайте скопируем его три раза значит залочим его так вот и здесь примем mutex mtx по ссылке вот этот mutex вот ну и давайте значит запустим теперь эту штуку тест 4 мы не хотим это безобразие увидеть больше так вот красиво то есть первым добрался 13 поток он залочил потом разлочил потом 12 поток добрался до создания 15 15 9 8 вот видите они разными вот 13 начал выводить только вот здесь вот то есть создались вот и он вывелся то есть все теперь синхронизировано вот так работают локи то есть лочим от фигурной скобки до фигурной скобки чтобы никто не мог значит эту штуку сделать изменить значит вот он добрался и залочил вот здесь вот как это все реализовано это реализовано через планировщик ресурсов то есть через вот эту вот штуку которая обрабатывает 4000 потоков значит потоки которые добрались и видят то что mutex вот этот объект он сейчас залочен то есть заблокирован именно вот этот объект они видят то что этот объект заблокирован они говорят я впадаю впадаю в спячку до того момента пока он не будет разблокирован то есть вот этот менеджер ресурсов он получается возьмет на заметку этот объект возьмет его на заметку и значит примет информацию от потока то что этот поток уснул вот и разбудит его когда объект получится залоченным то есть разлоченным то есть когда его отпустят тогда получается разбудит все потоки которые ждут вот такая вот вещь давайте то есть вот здесь вот если доходит досюда если залочен то попадает в спячку разбудить когда Mutex отпустят давайте какие есть вопросы а почему гарантируется что Mutex но не произойдет такой ситуации что одновременно два потока захватит но начнут захватывать Mutex и какая-то коллизия произойдет вот значит такая штука на самом деле это как-то реализовано у Mutex под капотом то есть я на самом деле не знаю как это реализовано но нам авторы реализации Mutex как бы гарантируют то что такого не произойдет то есть скорее всего какая-то внутренняя переменная или внутренний механизм который скажет то что лочить Mutex сможет только один тред одновременно то есть возможно как-то при первом обращении куда-то это записывается в менеджер вот и потом что-нибудь делается то есть я не знаю как это реализовано но эта штука вот именно так работает то есть два потока не могут залочить Mutex одновременно то есть лог Mutex это атомарная операция никто не может вмешаться в нее unlock тоже вот то есть гарантированно авторами вот а как это именно реализовано в операционной системе я не не знаю еще вопросы так ну значит я буду считать что вопросов нет можете кстати погуглить почему это так значит так окей лан тогда идем дальше помимо Mutex то есть эта штука у нас залочит Mutex давайте кстати наш пример второй тоже с инкрементом так сделаем Mutex значит скопируем Mutex сюда вот эту штуку скопируем сюда тест 5 cpp сделаем значит скопируем отсюда Mutex и вот здесь получается вот эту штуку сделаем атомарной это конечно будет сложно то есть бессмысленно но мы не получим какой-то проблемы то есть эта штука будет работать то есть все что вот здесь получается между открывающей закрывающей скобкой будет залочено вот ну и давайте запустим эту штуку 5 5 5 так потому что Mutex не сделал да клют Mutex вот ну и давайте запустим этот в нем вот то есть мы создали Mutex передали его по ссылке и лочим его в теле циклофор он у нас работает будет работать намного дольше но в итоге отработает надеюсь как надо так так у нас не становится однопоточной из-за этого нет не становится однопоточной но просто он быстро локает да и все таки выполняет то есть вот эта вот штука x-minus-minus выполняется все-таки параллельно а если мы сделаем золотчем вне циклофор вот если вне циклофор то да это будет однопоточная штука так ну мы не можем дождаться значит давайте пойдем дальше когда-нибудь эта штука завершится ну и давайте посмотрим на нагрузку значит видите даже 100% не дошли это потому что каждый лок каждый лок он сообщает операционной системе то есть вот этому менеджеру то что мы залочили поток операционная система принимает это говорит окей добавляет поток в ожидание мониторит mutex и так далее то есть она делает много вещей вот и получается локи довольно дорогая штука можно лочить например когда вы хотите что-нибудь вывести все аут вот если хотите вывести все аут то что это довольно быстрая вещь можно залочить вот когда вы лочите какую-нибудь незначительную вещь которая существенно там работает то это фигня на самом деле то есть эта штука будет довольно долго работать то есть локи это долго как эту штуку оптимизить значит без локов есть такая штука как атомики давайте покажу значит другой механизм обработки векторов значит давайте теперь будем не на группы делить по 4 а будем идти прямо слева направо в общем вот у нас ячейка 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 и так далее вот и будем идти слева направо значит этот поток то есть вот у нас первая свободная ячейка пусть ее выполнит поток под номером t1 идем дальше этот поток забирает себе эту ячейку дальше какой-нибудь поток под номером 5 выполнит эту ячейку дальше этот поток под номером 13 там забирает эту ячейку и так далее то есть мы будем не на подотрезки делить а вот так вот распределять ячейки по потокам по мере их обработки слева направо то есть слева направо идем и обрабатываем имея mutex мы могли иметь какую-то глобальную переменную которая указывает на начало работы дальше мы залочили mutex увеличили эту переменную и запомнили эту позицию и разлочили mutex то есть какая-то штука с mutex давайте вот у нас тест 1 количество итераций да мы все еще работает да что такое зараза какая давайте тест 1b теперь в предыдущий раз мы видели то что потоки работали неравномерно очень неравномерно сейчас мы будем делать более равномерно мы создадим mutex и будем говорить значит нам уже не нужно длина отрезка будем говорить какое количество обработанных позиций значит что мы делаем вот что мы делаем теперь нам не нужен and begin мы будем делать следующее значит мы будем в цикле true делать следующее давайте значит и у нас будет позиция текущего числа значит мы делаем лог mutex залочим его скопируем значение в переменную и и сделаем плюс-плюс к этой штуке вот так сделаем вот то есть n-processed у нас общий ресурс будет вот и мы получается скопируем в и значение переменная и будет для каждого потока своя ну и мы будем обрабатывать его то есть дальше мы делаем то же самое вот вот таким вот образом у нас происходит то есть мы минимальными усилиями избавились от отрезков то есть добавили mutex и добавили один лог ну и давайте сяу тоже залочим как мы это делали как мы это любим так чтобы они красиво выводили так видите долго работает это демонстрация того то что mutex очень долгие так тест 1b так пусть работает а я 0 здесь окей давай o fast сделаем mutex забыл забыл подключить так длина отрезка да тоже удалить begin-end там больше не нужен вот такая штука mutex по ссылке принять так нет 1b ok количество обработанных не взяли по ссылке все давлям передали вот код получился вот таким значит а выход из цикла забыли вот begin-begin-begin ok если и больше чем размер ввода то есть все закончилось мы делаем выход break то есть вот а иначе будем обрабатывать то есть у нас могло быть такое то что мы уже дошли до конца но у нас выхода из цикла вайл нету вот теперь у нас есть так посмотрим сто процентов меня слышно сейчас окей видите уже более равномерно то есть у нас нет такого штука нет нет такой штуки то что у кого-то 70 то есть разброс у них уже другой то есть между семью десятью этими и полутора миллиардами уже вот такой разброс то есть сейчас у нас уже пятьсот миллиардов и пятьсот миллионов и один и двести восемь девять миллиардов вот то есть ну вот таким вот изменением давайте мы научились другому паттерну то есть когда мы обрабатываем слева направо какие есть вопросы по коду так ну если вопрос нет давайте третий значит c тест один c cvp ну и здесь мы уже выкинем mutex ну давайте покажу преимущества printf значит я вот эту штуку сделаю через printf значит сделаю следующим образом printf thread под номером slash d begin вот ну и передам ему так вырежу эту штуку вырежу эту штуку thread под номером thread id and и количество итераций lld да long long total it так так и вырежу эту штуку and ok теперь удаляем mutex будем без него делать сгенерируем эту штуку и короче делаем следующее количество процессов делаем атомиком есть такой класс как atomic он поддерживает атомарные операции их преимущество в том то что mutex сообщал операционной системе значит что он там делал то есть спать не спать просыпаться вот а atomic он короче работает атомарно без обращения к планировщику и системе то есть как-то на уровне железа это все работает то есть на уровне данных нам на операционных системах рассказывали я уже забыл как это работает то есть на третьем курсе рассказывали вот можете почитать я покажу как это использовать в реальной жизни значит будем делать опять же в переменной и будем хранить вот записываем в и значение которое нам нужно посчитать то есть эта штука пока она меньше чем размер ввода вот мы работаем вот преимущество atomic то что вот эта операция она выполняется за одно действие то есть атомарно если мы раньше рисовали здесь то что вот эта штука значит плюс-плюс сначала в регистр записать потом увеличить потом скопировать обратно так вот у atomic эта штука она выполняется атомарно то есть за одну операцию одна операция вот также есть другие атомарные операции c плюс-плюс atomic значит если мы обнаружим тут зайдем есть разные операции разные типы значит есть всякие функции типа load значение записать значение обменять значение сравнить то есть сравнение атомарное все плюс-плюс 20 добавили ожидание уведомление всякие ксоры можно делать по битовой операции и или ксор там то есть дофига всяких штук можно делать вот и все эти атомарные штуки и без локов то есть вот это atomic они применяются как раз в асинхронном программировании значит без локов давайте запустим thread 1c и код стал более компактный вот без этих всяких локов код теперь выглядит вот так вот то есть в каждой ветвлении мы в переменную и копируем значение которое возвращает атомарный оператор плюс-плюс получается он увеличивает n-процесс и возвращает то значение которое было до этого в и вот и дальше мы это элемент обрабатываем ну и выходим когда эта штука меньше но нам нужно точку запятую я забыл поставить не скомпилировалось atomic include atomic да include atomic вот эта штука должна работать очень быстро mtx уже нету здесь не захватываем tx так запускаем сейчас вроде не должно таких проблем быть стартует работает так работает 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 гоняет там эту штуку уже кто-то обработался 230 236 536 так вот они также равномерно выполнились но теперь без локов то есть вот с атомарными операциями код основной выглядит вот так получается 18 сотрок кода основная вещь ну у atomic нет присваивания то есть не сможете вот так вот делать у него нет только инициализация через фигурные скобки или метод load store вроде 0 то есть записать 0 то есть оператор присваивания у него нет потому что присваивание это не атомарная операция какая-то вот ну код выглядит вот так вот и на самом деле этот код я использую в многопоточном программировании обычно давайте какие есть вопросы в принципе да я примерно так представлял так понятно ну у нас покажи покажи ту программу которую ты для этого реплай челленджа делал я уже забыл где она да ну там смысл в чем для реплай челленджа мы то же самое получается читаем сэмпл пять тестов вот мы прочитали все пять тестов получается каждый тест он вектор из троек получается откуда докуда и буква каждый ну каждый тест ты делал для него трек да да то есть вектор из векторов там троек int 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 запросы вот queries вот ну и получается пять мультитестов в каждом тесте свой вектор и получается обрабатывал их в потоке вот если у нас были бы независимые запросы например задача дан один массив и обработать там сто тысяч запросов минимума на отрезке вот мы бы могли каждый запрос обрабатывать отдельно то есть записать запросы вектор и вот атомарно отвечать на запросы вот как мы здесь делали то есть прочитали число в данном случае мы факторизовываем число мы могли прочитать запрос ответить на него и записать ответ вот такие вот дела тоже можно делать ну и чтобы это ручками не делать не читать короче вот у вас скачивается файл вы можете сразу его в c++ то есть вы сможете например здесь какой-нибудь цикл while while true значит если в директории есть файл новый типа input miner там xxx txt да если он есть тогда читаем его и начинаем отвечать иначе засыпаем на 100 миллисекунд вот то есть таким образом мы а и делаем break читаем его делаем break вот ну и и так далее как читать значит то есть мы запускаем эту программу в папке загрузки то есть в папке downloads вот здесь вот в этой папке мы запускаем программу вот в этой вот папке значит она каждые 100 миллисекунд сканирует содержимое папки и если появился файл она будет его подхватывать обрабатывать и так далее то есть вам ничего самостоятельно делать будет не нужно то есть не тратить драгоценные секунды на это как это делать в c++ есть c++ file system значит file system library pass и здесь наверное есть какой-нибудь пример так нету примера так ну давай вот что сделаем значит c++ find file in current directory get files in current directory окей list of files c++ значит stack overflow можем перед соревнованием просто написать такой цикл file который будет делать это вот здесь есть цикл смотрите вот c++17 file system вот смотрите задаем путь к директории и дальше мы можем просто в цикле for пробежаться по всем файлам вот по всем файлам в этой директории это библиотека file system вот этот пример я его использовал значит мы сможем пробежаться по всем файлам мы сможем проверить значит удовлетворяет ли имя файла значит имя файла какому-нибудь шаблону типа вот такому вот и если оно удовлетворяет то мы читаем его сразу можно какой-нибудь freeopen делать или можно создать файловый поток типа input file stream назвать его fin и name of file то есть строчку какую-нибудь передать типа string s текущий путь вот и s прочитать вот и прочитать его вот такой вот вещь видите можно цикл по всем по всем файлам в директории сделать три строчки так что у вас цикл вайл будет вот какой-нибудь в такой вот в папке загрузки ну дальше пропишите путь до загрузки вот и 100 миллисекунд это мы разбирали в самом начале this thread sleep for 100 миллисекунд вот такую вещь то есть что-нибудь из этого можно собрать которое будет автоматически делать то есть c++ это все быстро делается ну по крайней мере гуглиться даже если забыли подхватываем читаем отвечаем и записываем и прикрепляем вот вывод файл тоже можно сделать вот так можно участвовать в reply code challenge ну и в подобных соревнованиях тоже на скорость понятно да да окей ну давайте еще одну такую штуку я думаю мы за 10 минут успеем ее давайте разберем еще один пример когда у нас данные подготавливаются одновременно то есть когда мы генерируем простые числа и сразу же начинаем обрабатывать их я вам покажу как это делается то есть мы пропускаем этап когда получается эти штуки у нас пропускаем этап создания вектора входных данных вот делаем это так давайте скопируем можно так делать ну самые простые случаи я вам разобрал уже давайте да вот тест 1 си давайте его скопирую тогда назову тест 1 ди вот и после этого примера тогда уже разойдемся так окей а что нам надо делать мы сделаем так теперь ну у нас не будет этой штуки так давайте and jobs const int давайте сразу atomic сделаем atomic in n сгенерированных работ 0 да и n обработанных работ 0 вот то есть n сгенерированных n обработанных значит мы будем генерировать работу как авто generate ну короче давайте назовем ее push чем будем делать дать эта штука зала чем так нам нужно ну генератор мы создадим здесь нам нужно значит сгенерировать число авто и дальше мы его добавляем в наш вектор то есть input n generated плюс плюс равняется number вот ну перед этим давайте мы его залочим то есть lock lock guard mutex lock mtx вот мы оставим mutex и какую-нибудь штуку типа поп да это фигня у нас вернет значит следующую вещь значит получается она вернет индекс ну и значит что она сделает так тоже залочит вот индекс пусть будет input нпроцесс от плюс плюс вот ну и индекс нам тоже получается понадобится давайте сначала так сделаем давайте его вернем просто return индекс вот ну и на самом деле мы сделаем такую вещь auto pop with waiting то есть с ожиданием значит что мы сделаем есть такая штука как condition variable переменная ну с каким-то условием то есть мы ее давайте сделаем как condition variable конечно кондвар назовем ее вот ну и для нее нужен mutex mutex кондвар делают следующее используют уже не логвард а unique lock от mutex lock значит от этого mutex для condition variable и если количество обработанных меньше чем количество сгенерированных а если равно тогда мы вот что делаем мы говорим то есть если количество обработанных равно количество сгенерированных мы вот что делаем condition variable ожидать wait значит передаем ему этот лог и дальше лямбду которую проверяет после когда его разбудили то есть когда надо проснуться просыпаемся когда количество обработанных меньше чем количество сгенерированных вот проснулись и теперь делаем return pop вызываем эту функцию вот получается так condition variable speed а здесь нам нужно push with notify lambda функция она будет добавлять работу с уведомлением одного спящего треда то есть смотрите что будет делать мы вызываем push а дальше у condition variable то есть у нашей кондвар есть метод уведомить одного спящего notify one также есть метод notify all вот всех уведомить но давайте notify one уведомим вот ну и так notify one то есть добавление с уведомлением просто добавляет потом уведомляет одного спящего этот спящий один просыпается и забирает работу выполняет ее также после добавления еще один спящий просыпается вот поэтому поэтому мы вот это удаляем ну и погнали эту штуку значит делать n процесс это нам не надо значит в самом элементарном варианте мы будем вот что делать значит давайте вот он у нас отортанул пока n generated меньше чем n jobs типа пока сгенерировано нет окей давайте пока в altru потом пропишем чем мы делаем и вызываем нашу поп визу этим и так да это просто эта штука пока что так так и теперь мы обрабатываем ее вот эту штуку делаем то есть вот дойдя досюда если нет работы поток уснет с мыслью о том типа разбудите меня когда вот это вот условие будет выполняться то есть когда количество обработанных меньше количества сгенерированных разбудите меня вот мы будем значит давайте вот здесь будем добавлять то есть пока количество сгенерированных меньше чем количество всего мы будем добавлять push with notify вот и здесь ждем то есть эта штука нам добавит одну работу и уведомит одного спящего значит вот уведомит одного спящего давайте посмотрим заработает ли это прям так если не заработает мы пофиксим так не заработало значит нужен mutex нужен condition variable так так mutex log попис waiting нету окей я разобрался что надо нам нужен mutex нам нужен condition variable и здесь нам нужно захватить вот эту функцию попис waiting вот здесь вот это все-таки переменная в которой записана функция давайте так нету и у нас да индекс не обновлен так 58 строчка сделали нету переменной да вот ну так наверное сейчас давайте вот так вот сделаем значит дело в том то что сейчас у нас цикл не завершится вот давайте будем добавлять эффективные работы типа добавить минус 1 вектор будем добавлять push минус 1 вот push добавим финиш сайна добавим следующее значит залочим добавим минус минус 1 вот тогда нам нужно количество работ сделать вот так количество потоков сейчас он не знает когда завершится мы применим такой лайфхак значит то что мы запишем туда минус единицы если поток читает минус единицу то он делает break вот то есть мы добавляем минус единицу туда так и давайте это условие тоже уберем пусть он спит пока эта штука значит вот если поток if x равняется минус единице давай break делаем так ну должен работать а мы не добавили количество потоков мы делаем добавим сигнал который должен типа завершиться давайте посмотрим что это работает если не заработает надо будет отладочный вот смотреть вот так все завершилось вот то есть смотрите если вам генерация работ тоже занимает довольно долгое время вы можете применять вот такой механизм с condition variable значит но тогда вам нужно подумать про типа сигналы когда у вас поток умирает то есть он ждет работы а потом он дохнет вот в данном случае я придумал то что он умирает когда читает минус один значит для этого теперь у нас количество работ это не просто там njobs а размер вектора input это количество работ плюс количество тредов то есть мы добавляем работы и дальше добавляем сигнал умри вот как это происходит теперь в потоке выглядит ждет работу значит вот он ожидает работу он дожидается ее когда его разбудят значит давайте pop with waiting я вот это удалил так в отличие от lock guard мы использовали он не unique lock не сразу лочит переменную то есть у lock есть функции типа залочить и разлочить вот и короче мы просто создаем объект который будет лочить mutex или нет по усмотрению вызывающей стороны то есть в отличие от этой штуки эта штука сама не лочит вот condition variable значит что делает ожидает пока вот это условие не выполнится вот условие в виде лямбда функции ожидает пока оно не выполнится пока количество обработанных работ не будет меньше количества сгенерированных работ вот как только это условие выполнится значит как этот поток проснется который вызвал эту функцию как он проснется короче операционная система через mutex его разбудит то есть вот наш планировщик потоков он через mutex его разбудит и вот что-то там condition variable делает с этим локом то есть он его лочит и лочит mutex и разлочивает его вот и дальше вот здесь вот его разбудили он проверил условия то что условия верно и дальше пошел забирать работу вот работа уже получается она тоже забирается под локом значит вот как мы это делали но уже другой mutex то есть на самом деле для каждой condition variable она отвечает за какое-то условие и вот для каждой такой condition variable нужен свой mutex вот чтобы было общение с операционной системой то есть а вот этот mutex для очереди у нас то есть видите мы его лочим для push и для pop вот этот mutex мы его лочим то есть его то есть мы можем использовать разные mutex чтобы осуществлять синхронизацию по-разному с разными всякими штуками вот ну на самом деле ну нужно было сделать следующее нужно было вот эту штуку тоже сюда добавить то есть под mutex потому что генератор он у нас тоже общий вот и типа здесь будет data race но дело в том то что в данном примере мы как бы генерируем работы все в одном потоке то есть мы генерируем все работы вот эту функцию push вызываем из основного потока вот ну и значит поэтому у нас не было data race именно к этому генератору вот сейчас у нас вообще не будет типа негде ошибиться вот ну и push получается он просто лочит добавляет число сгенеживание и все pop он забирает ну так же есть pop with waiting вот я вам скину эти примеры значит можете с ними разобраться пошаманить на ними но это основные паттерны которые вот есть вот которые можно применять вроде все разобрали да из этого кода ну еще скажу такую вещь то что у меня было собеседование на C++ мне сказали там короче то что вы можете использовать один основной поток основной поток плюс два дополнительных дополнительных потока вам нужно короче выполнить там был код его надо было распараллелить что в этом коде делалось создавались работы потом выполнялись вот я что придумал мы создаем два потока функции main а там было такое что вычисление работы оно дольше чем ее создание и потом я типа вот этот вот код вычисления вот этот код продублировал сюда то есть я не стал дожидаться выполнения всех потоков а я начал типа в основном потоке выполнять вот вот этот же код то есть взял его и в основном потоке выполнил это же тот же самый поток и типа рантайм увеличился в полтора раза потому что я считаю уже не на двух потоках а на двух потоках плюс в основном потоке вот и мне на собеседовании сказали то что я первый кто до этого догадался вот все остальные типа ожидали потока выполнения так что вот вам лайфхак если вас лимитируют на собеседовании то можете выполнять работы после генерации всех работ функций main так что вот такая вот вещь давайте какие есть вопросы и тогда закругляемся а тут уже все зачем столько долго два часа это ужасно мощно да окей ну ладно надо будет в следующий раз на час ну зато я все рассказал ну да давай вопросов нет или есть не не нет я уже тут окей да смотрите преисполнился ну я ну примерно да ну я примерно знал но сейчас понял окей ну давай тогда заканчиваем эту лекцию и пойду выкладывать я saw с